Урегулирование Молдо-Приднестровского конфликта это одна из задач Албании в ОБСЕ. В 2020-м эта страна начала председательство в международной организации. В Тирасполе рассчитывают ОБСЕ продолжить активно участвовать в переговорном процессе, помогая в разрешении проблем между Приднестровьем и Молдовой. Албания принимает дела в ОБСЕ. Страна начинает свое председательство. Тирана уже обозначила приоритеты в работе на этот год. Среди них урегулирование конфликтов. Об этом сообщил действующий председатель Эдди Рама во время выступления в постоянном совете ОБСЕ. Приложение усилий по урегулированию конфликтов будет одной из главных задач в период председательства нашей страны в ОБСЕ. В частности, мы будем поддерживать усилия Минской группы и процесс урегулирования конфликта на Днестре. Напомним, в прошлом году в ОБСЕ председателем была Словакия. В Братиславе состоялось единственное в 2019 заседание в формате 5 плюс 2. Однако итоговый протокол встречи странам не удалось подписать из-за позиции Кишинева. А еще в конце прошлого года политический представитель от Молдовы отказался от переговоров с министром иностранных дел Приднестровья. У нас в переговорном процессе новый председатель, это Албания с 1 января, поэтому есть надежда на то, что новое председательство учтет ситуацию 2019 года. Хотел бы, кстати, поблагодарить Словацкое председательство, которое сделало очень многое в течение года в рамках переговорного процесса. Мы будем, естественно, добиваться полноценной реализации всех соглашений, начиная от закрытия уголовных дел, которые заводились в отношении представителей Приднестрова, до решения тех проблем, которые возникли совершенно недавно, включая банковскую проблему. Сегодня стало известно, кто в этом году будет специальным представителем действующего председателя ОБСЕ, который напрямую займется процессом молодоприднестровского урегулирования. Это, кстати, не албанец, а австрийский дипломат Томас Майер Хартинг.